Я бы предложила тебе пообщаться, у нас уже знаешь, что ждет гость, да? С удовольствием. Не будем задерживать. И сегодня мы поговорим о том, о чем думаем часто все мы, о деньгах. Здравствуйте. Здравствуйте. Я позволю себе вас представить. У нас в гостях Поволодский Дмитрий Гарикович, главный эксперт отдела криминалистических экспертиз, экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Крым. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, очень хочется спросить, как отличить фальшивые деньги от настоящих? Значит, прежде всего скажу, что для изготовления денежных билетов в Российской Федерации применяются специальные средства, то есть это специальная бумага, которую мы не встретим в обиходе, специальные красители, которые мы не встретим в обиходе. И, значит, применяются защитные элементы специальные, которые воспроизвести очень сложно. Допустим, я взял с собой... Для нам денег принесли, да? Да, принесли деньги. Одна из них поддельная, одна настоящая. Значит, что для людей нужно знать прежде всего? Можно маленькую такую отводочку? Дело в том, что информационным поводом сегодня служит то, что в последнее время резко увеличилось количество купюр поддельных. А именно, мы знаем, появились новые двухтысячные купюры, очень красивые, очень необычные. И вот конкретно их и стали подделывать. И это довольно актуальная ситуация. Давайте вот конкретно про двухтысячные поговорим. Конкретно, да. Я как раз взял двухтысячные купюры. Вот одна из них поддельная, одна настоящая. Значит, что нужно... По аналогии можно все денежные билеты гражданам так просматривать. Примерно нужно 3-5 элементов просмотреть, чтобы быть уверенным, что это денежная купюра поддельная или настоящая. А вот вы пока не раскрыли все секреты. Давайте посмотрим, может быть, я смогу отличить поддельных настоящих или не смогу, как думаете? Ну, тут на одной из них уже написано, что на ногах. Ну, попробуйте. Давайте с той стороны, что не написано. Значит, одним из элементов является водяной знак. Вот это поддельный... Нет, тоже... Да, написано, написано. А, все, увидела, да. А можно я тоже посмотрю? Да, посмотрите. Любопытно, любопытно. Водяной знак. Как правило, в поддельных денежных билетах воспроизвести этот элемент очень сложно. Это что? Значит, нужно посмотреть, поставить напротив источника света денежный билет, вот так, например, и посмотреть на просвет, значит, так называемый водяной знак. В поддельных он всегда размыт, нечеткий. А в настоящих денежных билетах, можно просто дома все посмотреть, он четкий. И, как правило, копирует сюжет лицевой стороны, то есть здесь это мост. И, значит, копирует номинал денежного билета, то есть 2000. То есть можно это тоже дома посмотреть. Дальше. Вообще, по тону применения их красителей поддельные, всегда тусклые, всегда краситель в них размыт. И тонкие линии плохо видны. Что не сказать о настоящем денежном билете, что сочный, яркий цвет, все линии, например, тросы моста нарисованы, они очень прорисованы до мельчайших, значит, деталей. То есть на детали нужно обращать внимание, да? На детали, да. Прежде всего, это внимание людей. А на ощупь их как-то можно? Как я уже сказал, что применяется специальная бумага, и при конечном продукте денежном билете она имеет звонкий хруст, так называемый. Но это его не измеришь. Но можно все-таки денежный билет, если он не хрустит звонко, помять немножко в руках, то это один из признаков того, что он может быть уже либо потерял свои свойства, то есть бывают постиранные денежные билеты, либо этот денежный билет может быть поддельным. Но всегда нужно в совокупности 3-4 элемента изучить. Объемные элементы, я знаю, там циферки выделяются, и сама краска по себе объемно накладывается. Да, да. Вот в 2000-х данных денежных билетах очень много применено современных и передовых средств защиты. Например, такой элемент практически в центральной части золотистый. Это стилизованное изображение солнца, которое встает над мостом. То есть нужно настоящий денежный билет взять и изменить направленность угла по отношению к зрению. И на настоящих денежных билетах имитация солнца встает над мостом. Что не скажешь о поддельных денежных билетах. Вот, можете тоже посмотреть. Ну, разрешите, да? Конечно. А вот эта полоса такая красивая, блистящая. Что это такое? Это защитная нить, тоже элемент защиты. Эта полоса, как и водяной знак, она находится в толще бумаги. При изготовлении преступникам не удается это имитировать. Значит, на этой полосе, если смотреть на просвет, как водяной знак, там текст Центральный банк Российской Федерации, сокращенно ЦБРФ, белые буквы на черном фоне. А если смотреть не на просвет, там номинал купюры 2000. И изменяя угол освещения, данные нолики и цифры, значит, меняют ось по отношению друг к другу. Можете посмотреть. Я примерно покажу. Ну, они очень похожи, если честно. Например, если смотрим на... Чтобы увидеть текст Центральный банк, нужно посмотреть на просвет. А чтобы увидеть, как нолики бегают, можно просто изменять угол освещения. И нолики и двоечка, они прыгают и бегают, и меняют угол оси в отношении друг к другу. Очень интересно. Вы знаете, мы сегодня тоже провели небольшое исследование, почти научное. И вышли на улицы Симферополя, чтобы спросить у наших горожан, что же они знают о фальшивых деньгах. Давайте прямо сейчас у них и спросим. Водяные знаки. Был, да, был один случай, когда мне подсунули сдачу, там был банк приколов. Ну, это было давно. А как отличить? Ну, там, я знаю, должны быть водяные знаки, должна быть черная такая полоска. Никогда такого не было. Почему? По всем знакам водяные, все понятно. Примерно знаю, как его отличить, купюру просветить на свет, если есть магнитная лента. На ощупь бумага отличается. На пятитысячных там можно увидеть медведя и тигра. Не знаю, повернуть там три пятерочки, три нуля и так далее. Одна полосочка посередине. Ну, честно говоря, я почувствовала по ощущениям просто, что какая-то не такая бумага. Вот, только на этом. А так вообще, да, есть там какие-то свойства, отличия. Надо проверять, посмотреть на водяные знаки. Система защитыкает, что бумага, она выходит дороже, чем самокупюра. И поэтому на ощупь сразу чувствуется, что она не та. Особенно, если ты работаешь с деньгами, то ты сразу ощущаешь, что немножко не то. Естественно, если там на свет. Ну, а если в магазине все-таки дали мне на сдачу фальшивые деньги, вот что мне делать в этот момент? Вроде и я не преступница, и денег своих жалко, ну... Если вы сразу не выявили денежный билет, уже пришли домой и выявили, вот, как я сказал, некоторые элементы и поняли, что это подделка. Есть несколько путей, конечно. Все люди взрослые. Значит, первый путь стать таким же преступником, что не рекомендуется ни мной, ни вообще полиции. То есть пойти и сучить кому-то. Это, конечно, не рекомендуется. Вы становитесь преступником, соучастником преступления. Второй путь тоже не сильно приятный. То есть смириться, выбросить данные денежные билеты и потерять свои заработанные денежные средства. Третий, это самое приемлемое, что нам рекомендуется полицией, вот, ну, лично. Это обратиться в полицию ближайшую, либо банковское учреждение. Ну, они, соответственно, вызовут группу полиции. Зафиксировать данный момент. Значит, от этого момента, от этой фиксации пойдет информация, значит, где вы примерно... То есть вас опросит оперативный сотрудник. Он узнает, где примерно вы были, где вы могли, даже если вы не помните, вы думаете, что вы не знаете, где. Ну, то есть наводящими вопросами... А цепочка можно, да? Да, это цепочка. Понятно, что вот один человек обратился, ну, в каком-то большом, или на рынке, как у нас еще существует, или в большом срук где-то что-то покупал, ему сдачи дали, не увидел. От одной такой маленькой информации ничего не будет. Ну, у нас есть в МВД базы данных, где формируются, анализируются данные все случаи. И каждая крупиночка, это новая информация, и когда этой информации достаточно, мы изобличаем преступников. Что происходит потом? Если было официально оформлено заявление о том, что вы признаетесь потерпевшим, опять, как я скажу, данный денежный билет признается поддельным, проводится экспертиза, он признается поддельным, признается вещественным доказательством. Вам, вы признаетесь истцом... А деньги не вернут? Вот, вы признаетесь истцом, то есть вам нанесен ущерб. И когда преступника поймают, для этого нужно, чтобы много было этой информации. Такие практики есть, такие есть положительные примеры. Тогда этому преступнику будет вменен ущерб, который нанесен как вам, так и другим людям. Как правило, это много людей. И он будет компенсировать? Он будет это все компенсировать. То есть получается, что с миру по нитке и голому рубаха? Можно так сказать, но... Но часто бывают такие случаи, да, что все-таки удается найти преступника? Просто данные денежные билеты изготавливаются, как правило, преступниками в больших количествах. А преступник один. Обманутых людей много. Они тоже совершенствуются, значит, их познание. Но это, например, и существует, очень даже громкие. Дело в том, что граждане знают, что обращение в полицию, это значит, вы защищаете себя, своих близких. Потому что каждый не застрахован, что ему дают сдачу поддельные денежные билеты. Вы это зарабатываете, а преступники пользуются и обманывают вас. Будьте бдительны. Большое вам спасибо, Дмитрий Гарикович, за очень интересный рассказ. Я думаю, что он окажется еще и полезным для всех, потому что это информация, которая действительно актуальна, и каждый с этим может столкнуться. Я напоминаю, что у нас в гостях был Поволодский Дмитрий Гарикович, главный эксперт отдела криминалистических экспертиз, экспертно-криминального центра МВД по Республике Крым. Большое вам спасибо.